Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами попробуем сделать простой и надежный металлоискатель с коварным прозвищем Пират. Что такое металлоискатель? Это прибор, состоящий из основного блока и катушки, закрепленных на корпусе. Основной блок создает импульсы, а катушка излучает их в недра почвы. При попадании металла в зону действия катушки, длина импульсов изменяется. Основной блок фиксирует эти изменения и выдает звуковой сигнал. Для удобства и быстрой навигации ролик разбит на несколько подэтапов и при желании вы можете быстро перейти к интересующему вас разделу. Ну что же, давайте начинать! В первую очередь необходимо распечатать рисунок платы. Под видео есть ссылка на архив. Скачиваем его и распаковываем на рабочий стол. В папке находятся все необходимые материалы для сборки металлоискателя, а именно рисунок печатной платы, расположение компонентов на ней и список необходимых радиодеталей. Все необходимые радиодетали являются довольно популярными, поэтому с вероятностью 99% вы найдете их в ближайшем радиомагазине. Внимание! Для печати необходимо использовать глянцевую бумагу, так как обычная нам не подойдет. Я использую лист от глянцевого журнала. Открываем рисунок и нажимаем печать. Вырезаем макет по контуру и готовим кусочек одностороннего текстолита такого же размера. Зачищаем его мелкой наждачкой до блеска и обезжириваем спиртом. Затем включаем утюг. Выставляем температуру на максимум. В качестве подкладки используем любой твердый предмет. Накрываем плату листом и разогреваем в течение 30 секунд. Аккуратно достаем горячую плату и прикладываем к ней подготовленный рисунок. Возвращаем плату под одеяло и вновь прогреваем ее в течение 2 минут. Достаем плату и снимаем глянцевый слой под струей воды. Если вы все сделали правильно, рисунок должен перевестись полностью. Лишь в некоторых местах можно слегка подкрасить дорожки перманентным маркером. С помощью шила проделываем отверстие под радиокомпоненты. Далее необходимо приготовить раствор для травления, смешав столовую ложку лимонной кислоты, чайную ложку соли и 100 мл перекиси водорода. Более подробное про травление печатных плат вы можете посмотреть в одном из моих видео, ссылка в описании. Опускаем плату в раствор на 10 минут. Достаем и проверяем отсутствие меди во всех незакрашенных местах. С помощью наждачной бумаги удаляем краску. Плата готова, можно приступать к пайке. В первую очередь необходимо припаять перемычку. Сделать ее можно из ножки резистора или куска проволоки. Следующими идут резисторы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Затем два диода Далее припаиваем конденсаторы Внимание! Электролитические конденсаторы имеют полярность Длинная ножка плюс, а короткая минус Смотрите, не ошибитесь Субтитры сделал DimaTorzok Следующими идут транзисторы Субтитры сделал DimaTorzok Затем две микросхемы Таймер NI555 И операционный усилитель Ка-157 у D2 Далее необходимо припаять клейму под 9-ти вольтовую батарейку крона Затем два провода под переменный резистор И сам переменный резистор И наконец два провода под динамик И как вы уже догадались, сам динамик Ну вот, электронная часть готова Далее соберем катушку Для ее сборки потребуется 15 метров медного эмалированного провода Диаметр сечения провода должен составлять полмиллиметра Также нам понадобятся пяльцы для вышивания Которые можно купить в швейном магазине Их диаметр должен составлять 20 см Также возьмем кусочек пластиковой водопроводной трубы Длиной 15 см и диаметром 2 см Труба должна быть не армированная То есть не содержать в себе металлической вставки Это важно А для придания эстетичного вида В ход пойдет черная изолента Для начала необходимо извлечь из пялец внутреннюю часть Затем берем шило и проделываем в ней два небольших отверстия Срезаем образовавшиеся неровности Далее берем конец провода и пропускаем его через отверстие Фиксируем провод с помощью термоклея И начинаем наматывать 20 витков Для того, чтобы провод не выпадал из углубления Наматывать его необходимо с небольшим натяжением Отрезаем с запасом конец последнего витка Пропускаем его через второе отверстие И фиксируем термоклеем Далее берем изоленту и оборачиваем ей будущую катушку Берем внешнюю часть пяльцев и вставляем в нее внутреннюю Затягиваем с помощью ролика И запаиваем его для надежной фиксации Снова оборачиваем изолентой нашу катушку Берем кусочек трубы, предварительно обрезав его края под небольшим углом Выравниваем его относительно катушки И с обоих сторон фиксируем термоклеем Наконец берем изоленту и оборачиваем ей места склейки с обоих сторон В итоге у нас получилась вот такая катушка На следующем этапе соберем корпус нашего будущего металлоискателя Нам понадобится двухметровая неармированная пластиковая труба диаметром 2 см Распределительная коробка для проводов Пара угольников на 45 градусов Крепеж для трубы диаметром 2 см И два небольших самореза Все это можно купить в Леруа за копейки Также из инструментов нам понадобится паяльник для пластиковых труб Если у вас его нет, погуглите про сварку трением Для начала отрезаем кусок трубы длиной 85 см Затем еще один длиной 12 см И еще один длиной 30 см Затем берем угольник и первый кусок И спаиваем их Затем необходимо спаять второй кусок со свободным концом угольника Затем берем второй угольник И спаиваем его с концом 12 см трубы И наконец берем третий кусок трубы И спаиваем его с угольником В итоге у вас должна получиться такая конструкция Берем коробку и откручиваем с нее крышку Затем центруем коробку на корпусе И с помощью паяльника проделываем два отверстия Берем саморезы и с помощью них крепим коробку к корпусу Ну вот, корпус готов Осталось соединить между собой все части Для соединения платы с катушкой Необходимо использовать провод сечением не менее 1 мм И длиной около 90 см Снимаем изоляцию с концов провода Берем плату и припаиваем к ней концы провода согласно схеме Затем паяльником проделываем отверстие в трубе И пропускаем через него второй конец провода Фиксируем плату с помощью термоклея Берем крышку и проделываем в ней отверстие под резистор и кнопку Затем с помощью гайки фиксируем резистор на крышке И вставляем кнопку Берем паяльник и создаем несколько отверстий для выхода звука Срезаем неровности Берем динамик и фиксируем его на крышке Далее необходимо разрезать провод от клеема Снять изоляцию с концов И припаять их к кнопке Подсоединяем батарейку к клеями И фиксируем ее на коробке с помощью двухсторонней ленты Закручиваем крышку Далее необходимо закрепить держатель для катушки на конце трубы Проделываем небольшой паз под провод с помощью паяльника Центруем держатель и припаиваем его к трубе Для пущей надежности можно залить шов термоклеем А изолентой заклеить все неровности Снимаем изоляцию с провода А также с концов катушки Фиксируем катушку с помощью держателя И спаиваем концы проводов Не забываем про изоляцию Ну вот в целом и готов наш самодельный металлоискатель Осталось лишь произвести простейшую настройку Включаем металлоискатель Ожидаем 10 секунд А затем регулятором чувствительности Находим граничное положение При котором звук в динамике пропадает Настройка завершена Переходим к тесту Особо не заморачиваясь с выбором предметов для тестирования Я взял первый попавшийся под руку Стальной шарик для пневматического пистолета Результат 10 сантиметров Обыкновенная иголка 13 сантиметров Рублевая монета 18 сантиметров 2 рубля 21 сантиметр 5-рублевая монета 24 сантиметра Дверной ключ 33 сантиметра Маникюрные ножницы 39 сантиметров Убитый смартфон 42 сантиметра Короче говоря, чем крупнее объект, тем больше глубина его обнаружения На большие объекты, вроде канализационного люка, либо автомобиля, металлоискатель реагирует на расстоянии до 150 сантиметров Одной 9-ти вольтовой батарейки крона примерно хватает на 10-12 часов непрерывной работы Итак, друзья, теперь вы знаете, как собрать простой и надежный металлоискатель, который с большой вероятностью порадует вас ценными находками Пользуясь случаем, хотел бы вас спросить, стоит ли снимать такие длинные и в каком-то смысле сложные ролики или лучше ограничиться более простыми и понятными А я с вами прощаюсь, ставьте ваши лайки и подписывайтесь, если еще не подписаны Всем пока!